Партнер программы сеть детских клубов ЕТИ и ДЕТИ Здравствуйте ребятам! Привет! 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 Даник, София, сегодня у нас с вами финал. Через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этой неделе. Вы готовы соревноваться? Да. Вам сегодня предстоит пройти через очень даже нелегкие испытания. Но вы уже успели показать себя как сильные соперники и практически равные бойцы. Итак, пока лидирует София, но радоваться и огорчаться еще слишком рано, я предлагаю, не теряя времени, приступить к нашему первому конкурсу. Согласны? Да. Хорошо. Итак, ребята, сегодня, как и в предыдущие все дни, будем говорить о правилах дорожного движения для детей. Первый наш конкурс называется «Красно-зеленые ответы». Я буду вам читать фразу. И если вы согласны с фразой, то вам необходимо вот таким образом поднять зеленую карточку. Если не согласны, красную. Все ясно? Да. Каждый правильный ответ будет стоить три фишки. Еще одна фишка достанется за скорость тому, кто справится быстрее. Итак, можете взять карточки в руки, чтобы они у вас уже были на готове. А я готова читать вам первую фразу. Если мигает зеленый свет светофора, не надо начинать движение, лучше дождаться следующего зеленого света. Правильно. Правильно, ребята, одновременно ответили. Молодцы. Поэтому каждому по четыре фишки. Очень хорошо. И Данику четыре. Держи, Даник. Вторая фраза. При движении в автомобиле можно высунуть голову в окно, если жарко. При движении автомобиля можно высунуть голову в окно, если жарко. Даник, скорость. Ты забыл про скорость? Правильно поднял? Но поздно. Поэтому фишку за скорость получает София. Четыре фишки Софии и три фишки Данику. Даник, держи. Быстро реагируем. Третья фраза. Если водитель вышел из автомобиля, можно покрутить руль и понажимать педали. Ты так и делаешь, когда папа выходит из машины, ты начинаешь там шалить. Неправильно делаешь, если так действительно делаешь. Правильно ответила София. Нельзя так делать ни в коем случае, Даник. Нельзя. София. Четыре фишки. Последняя фраза. Выходить из автомобиля надо со стороны тротуара. Правильно. Но София была чуточку быстрее. София, четыре фишки. И три фишки Данику за правильный ответ. Так, София, твои. И Даник, твои. Ребята, первый конкурс завершен. Считайте быстро фишки. Карточки оставляем на столе. София, выгружай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Считай, считай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Вок, сколько фишек много. Хорошо, ребят. Сегодня мы с вами будем говорить о вещах, которые помогают избежать аварий на дороге. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте. 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 Вот и подошло к концу наше увлекательное путешествие в мир правил дорожного движения. Сегодня мы узнаем, кто же из вас стал победителем. Но это чуть позже. А сейчас у нас новая тема. И называется она «Кто кого видит в темноте». Сегодня мы вместе разберемся с этой задачкой. Готовы? Да. Уже совсем скоро станет рано темнеть. И мы с вами должны подготовиться к тому, как нам себя обезопасить в темное время суток. Давайте вместе с вами представим. Солнце ушло за горизонт. И постепенно на улицах нашего города приходит темнота. И в окнах жилых домов зажигается свет. С улицы нам хорошо видны окна, в которых свет горит. И мы с вами знаем, там кто-то есть. А вот окна, где света нет, трудно рассмотреть. И совсем непонятно, кто дома есть или нет. Так же и на дороге. Автомобили едут с включенными фарами. И они не только для того, чтобы освещать себе дорогу, но и для того, чтобы другие участники дорожного движения видели, что тут кто-то есть и движется. В темноте и нам, пешеходам, тоже нужен свет, чтобы водители нас видели. И тут нам на помощь приходит наш маленький помощник и верный друг каждого ребенка – это фликер. Если на фликер попадает свет фар от автомобиля или уличного освещения, то он светится, и мы с вами становимся видимыми, а значит, в безопасности. В темное время суток фликер всегда должен быть при нас. А вот какие они бывают, эти фликеры, мы с вами поговорим в другой раз. А сейчас пришла пора нам прощаться с вами. Чем бы ни закончилось соревнование, помните, вы оба победители. После этой игры вы будете знать намного больше о безопасности дорожного движения. Берегите себя и до новых встреч! Ребята, итак, вот оно время нашего последнего конкурса на сегодня. И последняя возможность заработать фишки перед тем, как мы узнаем, кто же станет победителем. Отвечать мы будем, ребята, на вопросы. Ответы на эти вопросы вы слышали в один из наших соревновательных дней. Сейчас мы проверим, насколько вы внимательно слушали тетю Олю. Каждый правильный ответ будет стоить две фишки. А если вас будет дополнять соперник, то одна фишка отправится в его копилочку. Кто начнет первым отвечать на вопросы? Определит жребий. Итак, та-та-та-тан! Кто у нас будет отвечать первым на вопрос? Решайте! Даник выбрал первый, значит, отвечает первая София. Итак, первый вопрос, София. Кто контроль осуществляет, правила не нарушает, за движением следит, если надо, пожурит. Такая служба есть, как она называется? Которая контролирует процесс движения на улицах городов. Наша инспектор по безопасности дорожной. Где работает тетя Оля? В жюри. А ну-ка вспоминай. Форма у нее еще специальная такая красивая. Где работает? Даник, ты знаешь, где работает тетя Оля? Помнишь? Она говорила. Ребята, она работает в ГАИ. В ГАИ, в госавтоинспекции. Служба, которая регулирует движение на улицах. Ну что, София, фишки остаются у меня? Теперь возможность тебе, Даник, заработать фишки. Второй вопрос. Две дороги долго шли, и друг к дружке подошли. Ссориться не стали, пересеклись и дальше побежали. Что это за место? Всем нам интересно. Где пересекаются дороги, где встречаются дороги и расходятся в разные стороны. Как это место называется? Начинается это слово на букву П. София, если знаешь, молчи пока. Перекресток. Да, перекресток. Молодец. Вспомни, запомни, как называется перекресток. София, ты тоже, чтобы знала. Место пересечения дорог называется перекрестком. Третий вопрос, София. Слушай. Это что за магазин? Продается в нем бензин. Вот машина подъезжает, полный бак им заливает, завелась и побежала, чтобы другая подъезжала. Как это называется этот магазин, где продается бензин, где приезжает много машин и заправляется бензином? Заправка. Да. А если полно сказать два слова, то это заправочная станция. Заправочная станция. Молодец. Хорошо, София. Две фишки твои. И последний вопрос. Даник, твой. На обочинах стоят, молча с нами говорят, всем готовы помогать, только надо понимать, что говорят эти молчаливые наши помощники. О чем речь идет? Что это стоит на обочине и молча с нами разговаривает. Мы понимаем, что говорят эти неодушевленные предметы, объекты. Светофор. Так, ну да, светофор тоже с нами разговаривает молча. А еще вот на чем указывается, например, куда нам повернуть, или где находится пешеходный переход, или расстояние может даже указывать до какого-нибудь объекта. Знак. Какой? Да. Дар. Даро. Дорожный. Скажи полный ответ. Что это? Дорожный знак. Ну вот, молодец. Две фишки заработал. Видишь, как легко. Держи. Итак, ребята, все вопросы нашли свои ответы. И теперь вам осталось посчитать количество фишек. За сегодня мы суммируем с предыдущими фишками. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. У меня восемнадцать. Хорошо. Теперь ждем, пока Даник посчитает. Даник. Пока не смотрим. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать у Даника и восемнадцать сегодня у Софии. Сейчас я вам скажу, кто же стал победителем. Итак, ребята, на этой неделе в нашем удивительном месте в стране безопасности победителем становится, как вы думаете, кто? София. У Софии пятьдесят семь фишек. И второе почетное место, Даник, в этой борьбе занимаешь ты. У тебя сорок одна фишка. Итак, ребята, я вас поздравляю с победой и хочу вручить вам подарки. Самый приятный момент. Даник, это тебе подарок. Получай. А это София для тебя. Я вас, ребята, поздравляю. Но хочу сказать, что главное самое, ребята, это те знания, которые вы получили в результате игры в стране безопасности. Я надеюсь, что вы все запомните. Даник, София, запомните все, что узнали в нашей передаче? Угу. Молодцы, хорошо. Ну что ж, я с вами прощаюсь и желаю вам удачи. А встречи жду с нашими новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. До свидания, ребята. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова